10,5 лет колонии за смерть собственного сына. В Бресте вынесли приговор матери-убийцы. Шокирующее преступление произошло 12 лет назад. В мусорном контейнере тогда нашли труп младенца. Эксперты установили, ребенок родился живым и здоровым. Выйти на след женщине удалось недавно. Благодаря случайности женщина проходила по совершенно другому делу. Экспертиза подтвердила имена на мать убитого ребенка. Петр Бутрима о жирной точке в громком деле. Ни одного родного человека в коридоре и зале суда и подсудимая, которая буквально пронеслась под прицелами видеокамер. Такой же короткой, как и эта мизансцена, оказалась и жизнь ребенка, найденного мертвым в мусорном контейнере. Долгие 12 лет имя матери и убийцы в одном лице для следствия оставалось загадкой. Ребенок родился доношенный, живой и здоровый, без патологии. Никакие патологии выявлены не были. После этого она закрыла отверстие рта и носа ребенку ладонью, затем завернула его в ткань, то есть ограничила доступ к поступлению воздуха, вследствие чего причиной смерти стала механическая асфиксия ребенка. После этого с целью сокрытия своих противоправных действий обвиняемая спрятала труп младенца в дорожную сумку, перенесла в комнату общежития, а в течение дня вынесла и выбросила в мусорный бак, который находился неподалеку. Сюжет этой жуткой картины развивался в достаточно оживленном месте. На женщину, идущую вечером к мусорным контейнерам, никто не обратил внимания, не вызвала она подозрений в тот момент, когда возвращалась домой уже с пустой сумкой. Выйти на след помогла по сути случайность. Женщина проходила по совершенно другому делу, избила сожителя. Экспертиза показала, именно она мать убитого ребенка. Достаточно много на сегодняшний день проводится экспертиз по преступлениям прошлых лет. Если были сохранены вещественные доказательства, выделяется ДНК, сейчас позволяет современные технологии получать хорошие результаты, и преступления прошлых лет раскрываются. Кара настигла и эту женщину за убийство малыша. Ее приговорили к 10,5 годам тюрьмы. Оглашение приговора по просьбе подсудимой прошло в закрытом порядке. Спрятаться за дверью суда, увы, оказалось намного легче, чем уйти от буквы закона, даже спустя 12 лет. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест.